Вот от этого, казалось бы, безобидного полива в Алтайском крае, уверены пчеловоды, по официальным данным, погибло более 4000 пчелосемей. Пострадало 11 районов края. Пасечники считают, что настоящие цифры замалчивают, и число умерших насекомых гораздо больше. Тем временем обработка рапса, вредным пестицидом продолжается, и теперь последствия ощутили на себе люди. В Смоленском районе отрицательный пример, не опыт, а пример, когда люди почувствовали тошноту, и в самом деле этот ядохимикат, он и вызывает рвоту, тошноту, то есть отравление человеческого организма, и может быть, ну, очень такие серьезные последствия для здоровья нанесены. Избежать геноцида пчел и вреда для здоровья людей можно. Самый очевидный вариант подсказывают пчеловоды. Рапс и горох сеять надо подальше от деревни. Километров за пять, за шесть. Пускай потом там и травят его, что хотят делать, чтобы около деревни не было вот этой отравы. А у вас сколько километров получается? У нас вот она, километр даже, ну, километр где-то от силы. Обычно рапс обрабатывают до его цветения, ночью, в безветренную погоду. В этом году погода заставила фермеров опоздать и, видимо, нарушить регламент. Сейчас за этим никто не следит. Есть и другой вариант решения проблемы – биологический пестицид. Он стоит дороже, но пчелам и человеку навредить не может. В 2011 году с Министерства сельского хозяйства сняли обязанности по контролю над пестицидами. Алтайские пчеловоды во вторник на заседании в Госдуме постараются вернуть их назад. Кроме того, обсудят федеральный закон о пчеловодстве. Сейчас такого нет. У нас уже лежит в Госдуме несколько лет федеральный закон о проекте о пчеловодстве. Наверное, ему пришла пора уже, потому что многие регионы и на основе нашего закона о пчеловодстве Алтайского края принимают. И нужен теперь федеральный закон. Сергей Тастан уверен, что у пчеловодов есть все шансы превратить законопроект в действующий закон. Напомним, проблема с массовым мором пчел знакома не только алтайским пасечникам. С так называемым экотерроризмом столкнулись также в Удмурте, Республике Мариэл, Липецкой, Саратовской, Ульяновской и Курской областях. Дарья Демиллер, Алексей Фризин. День с толком.